Здравствуйте! У нас все нормально. Насколько это может быть в данной ситуации? К большому сожалению война в Украине не закончилась. Продолжают разрушать нашу любимую страну, наши любимые города. И чтобы не закрыться в себе, я решила готовить. И периодически видео рецепты мы будем выкладывать на наш канал. Сегодня я приготовлю вкуснейшую украинскую полянытью. Для приготовления полянытьи понадобится обычная вода. Вода обязательно должна быть теплой. В теплую воду я добавляю дрожжи, сахар и все хорошо перемешиваю. Нужно, чтобы дрожжи полностью растворились. Всю муку я уже заранее просеяла через сито. В дрожжевую массу добавляю приблизительно 3 столовые ложки муки от общей массы. И все хорошо перемешиваю. Это я приготовила опару для полянытьи. Миску с опарой накрываю пищевой пленкой и оставляю в теплом месте приблизительно на 15-20 минут. Муку я еще раз просею через сито в миску. Только смотрите, я не буду всю муку просеивать. Я просею большую часть, а остальную муку я уже буду добавлять, когда буду вымешивать тесто. Опара у меня готова. Посмотрите, какая вот сверху появилась пенная шапочка. Значит, дрожжи активные. Поляныться получится на славу. В муке я делаю такое вот углубление, вот такую вот луночку. Выливаю сюда опару. Посмотрите, какая вот красивая. Видите, вот такая у вас должна получиться опара. Ну, немножечко все растеклось. Так, сюда же добавляю растительное масло, соль и все хорошо перемешиваю. Рабочую поверхность присыпаю мукой. Выкладываю тесто. И теперь совсем понемножку подсыпаем муку. Тесто нужно хорошенько вымесить. Тесто я хорошенько вымесила. Я его вмешивала приблизительно 5-7 минут. Посмотрите, какое у вас должно получиться тесто. Оно нежное, мягкое, эластичное, воздушное. И тесто вот совершенно не липнет к рукам. Когда вы будете вот вымешивать тесто, главное его не забить мукой. Муки подсыпайте совсем немного и хорошенько его вымешивайте. Тесто я перекладываю в чистую сухую миску. Миску накрываю пищевой пленкой. И тесто отправляю в теплое место на 1 час. Посмотрите, как у меня хорошенько поднялось тесто. Оно увеличилось в объеме. Снимаю пищевую пленку. И тесто вот так вот слегка обминая руками. Миску с тестом снова накрываю пищевой пленкой. И тесто оставляю в теплом месте еще на 30 минут. Тесто у меня еще раз поднялось. Рабочую поверхность слегка присыпаю мукой. Выкладываю тесто. И слегка обминаю его руками. Из теста руками делаю вот такую вот круглую, не слишком тонкую лепешку. Теперь смотрите, к центру подворачиваю края теста. Теперь нам нужно будет сформировать ровный и красивый шарик из теста. Переворачиваю. И теперь формирую красивый и ровный шарик. Шарик из теста я переложила на противень, застеленный пергаментной бумагой. Тесто накрываю полотенцем и оставляю его в теплом месте еще на 30-40 минут. Итак, наша будущая поляныца хорошенько поднялась, округлилась. Сверху присыпаю тесто мукой. И рукой аккуратненько вот так вот распределяю муку по тесту. Только вот ни в коем случае не надавливайте. Просто вот так вот аккуратненько распределяем муку. И теперь острым ножом или лезвием вот так вот сбоку делаем не слишком глубокий надрез. Поляныцу отправляю в обязательно разогретую духовку до 180 градусов приблизительно на 50 минут. Украинская поляныца готова! Вот такой замечательный румяный получился хлебушек. Посмотрите, какой он высокий, пышный. Поляныца подрумянилась и снизу. Поляныца очень ароматная. Сейчас я ее разрежу и вы посмотрите, как поляныца выглядит в разрезе. Сверху румяная корочка. Поляныца у меня еще не полностью остыла. Посмотрите, какая она получилась. Слышите, какая хрустящая корочка. А внутри поляныца пористая, воздушная. Главное, когда вы поляныцу достанете из духовки, сразу ее не разрезайте. Хлебушек должен немножко остыть. Посмотрите, какая она. Сейчас я еще отрежу хрустит. Хрустит, как. Посмотрите, какая пористая, воздушная и невероятно вкусная. Получилась украинская поляныца. Слава Украине! Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok